Производство Компании Техномуви Великолепная Италия Марки От пляжей Адриатики к внутренним землям Марки Мы проведем вас через заповедные места и святые земли, познакомим с архитектурой, святилищами, средневековыми городами и известными памятниками искусства. Нас ждут встречи с художниками, замковыми ансамблями, мастерами прикладного искусства, пещерами, шедеврами живописи и местной кухни. От Коноро до Фрассасси Гора Монте-Коноро 43 градуса 32 минуты северной широты, 13 градусов 37 минут, восточные долготы. Восемь часов утра Мы встречаем солнце на тропе Дуа-Сорелле Почти гладкая отвесная стена горы не представляет загадок для альпиниста-знатока. Скалы высотой в 572 метра, поднимающиеся из вод Адриатики, в 10 километрах к югу от Анконы ждут своего покорителя. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Франческо Франческо-Бураттини влюбился в Конора с первого взгляда. Мне было 11 лет, когда дед, работавший неподалеку отсюда, взял меня к Дуа-Сорелле в один из выходных. Это была судьбоносная встреча. Повзрослев, я начал заниматься альпинизмом. Горы и восхождение – моя страсть. Так что здесь я знаю каждый камешек, как свои пять пальцев. У подножия отвесных скал лежит пляж Дуа-Сорелле. Название связано с двумя стоящими в море валунами. Про этот пляж за сотни лет собралось множество легенд. Главный из них повествует о победе над злым демоном моря, тело которого рассекли пополам и превратили в эти камни. Тропа Дуа-Сорелле в региональном парке мыса Коноро в своем роде уникальна. Это особый маршрут. Близость к морю создает удивительное разнообразие пейзажей в одной отдельно взятой географической зоне. На территории парка находятся несколько деревень. На высоте 300 метров над уровнем моря деревня Сирола выделяется куполом своей церкви Сан-Никола, типичной для архитектуры XVIII века. Из всего Адриатического побережья, от Риеста до Горгана в провинции Пулья, мыс Коноро – единственный отрезок, прерывающий линейный рельеф побережья. Многие века мыс служил единственным береговым ориентиром для моряков, поэтому это место с древности избрано ими для своих поселений. В центре бухты над морем виден маяк постройки XVIII века. Город Порто-Ново занимает бухту, окруженную горным пейзажем. В XI веке здесь был построен Бенедиктинский монастырь с прилегающей к нему церковью Санта-Мария. Монахи оставили потомкам прекрасный образец романской архитектуры из белого камня, привезенного с Коноро. По утрам солнце ярким светом заливало помещение церкви, где братья начинали свой день с заутрени. Эта церковь не характерна для Италии, поскольку в ее архитектуре совместились восточный и западный храмовые стили. Современные круизные корабли, рыбацкие тральщики и грузовые суда бороздят прибрежные воды Анконы, столицы Марки. Самый густонаселенный город региона растянулся на 50 километров вдоль береговой линии, укрытой от пронизывающих ветров скалистыми уступами, создающими природную бухту. Старый порт и его постройки, реконструированные в XVIII веке Луиджи-Ванителли, занимают теперь вторую линию побережья за современными доками. Жители города с гордостью хранят в памяти историю времен торгового могущества Анконы и успешной обороны в борьбе с венецианской флотилией. Корабли, сходившие с верфи Анконы, чтобы отправляться в плавание на восток, предшественники нынешнего современного суперпроекта — крупной индустриальной верфи, которую возводят силами всего региона. Этот проект мы начали осваивать в Анконе, потому что кораблестроение в регионе имело место всегда. Мы лишь вывели лидирующую отрасль на новый виток развития. В этом бизнесе есть очень прибыльные сегменты, и мы стараемся адаптировать и модернизировать их. Назовём это дальновидной, новаторской трансформацией отрасли. Дабы оценить результат усилий, полюбуйтесь на блистательные яхты от местных компаний Анконы, успешно консолидирующих опыт всей Италии в судостроении и при этом очень прибыльных. Проект ИСА зиждется на огромном желании задействовать ресурсы фантастического региона и города, полного истинных талантов. Нам хотелось соединить факторы вместе и создать лучшую фирму по производству яхт. В течение всех этих многотрудных лет мы жили мечтой делать самые прекрасные корабли на лучшей верфи в регионе, в котором без счёта опытных мастеров. Они сами хотят развиваться вместе с нашим проектом, применяя свой потенциал. Мы любим свою землю настолько, что, думаю, сможем помочь ей подняться и реализовать себя. Анконо всё же не просто флагманский индустриальный регион Италии. Его улицы и площади пестрят свидетельствами богатой истории и культуры. От Троянской арки до системы подземных пещер и подводных резервуаров, из которых огромными цистернами в XVI веке вывозили воду для фонтана Тредичи. Площадь Пиаце-дель-Плебещито, сердце города, ещё называют Площадью Папы, из-за водружённого на ней памятника Папе Клименту XII. Он правил провинции Марки в течение жизни, как и многие другие понтифики, контролировавшие город напрямую или через посредников в период с XVI по XIX век. За площадью располагается церковь Сан-Доменико. 20 извояний на безупречно прекрасном фасаде церкви Сан-Франческо Делле-Скалли. Самым внушительным памятником старины Ванкони является Кафедральный собор, торжественно венчающий вершину холма, где раньше стоял Акрополь греков, основателей первых поселений. Собор назван в честь святого мученика Черьяко. Его усыпальница хранится в соборе с XII века. Внешняя арка опирается на изваяние двух гранитных львов. Внутренний декор церкви кажется наслоением элементов убранства из разных эпох. В XVIII веке архитектор Ван Вителий выстроил в церкви новый алтарь. Центральное место на алтаре занимает небольшое изображение Мадонны, подаренной Анконе венецианским мореплавателям. К югу от мыса Конноро находится Кастель Фидардо, итальянская родина Аккордеона. Местное производство этого музыкального инструмента уходит корнями в далекое прошлое. Легенда повествует о некоем пилигриме из Австрии, шедшем в Италию поклониться Мадонне Деларетто. При нем был маленький аккордеон. Несколько дней он прожил у крестьянина в Кастель Фидардо Пауло Сопрани и поделился знаниями об инструменте с хозяевами дома. Пауло Сопрани, искусный певец народных баллад Старнелли, восхитился возможностями инструмента. С тех пор аккордеон не покидал нас никогда. Начиная с 18 века, работа удивительных ремесленников Кастель Фидардо пользуется неизменной популярностью. Каждый аккордеон состоит из более чем тысячи деталей из бумаги, дерева и вибрирующих язычков, поэтому сборка требует большого умения и точности. Некоторые знаменитые музыканты заказывали аккордеоны именно здесь. Мощности позволяют нам производить до 1500 инструментов в год. Эксклюзивные инструменты высочайшего качества производятся не более одного-двух в год. Хорошие концертные аккордеоны – около 20. однако нам приятно знать, что на наших инструментах играют известные артисты. Когда такой клиент приходит к нам, берет аккордеон в руки и играет, это момент, ради которого стоит учиться и трудиться на славу. До 1294 года название Лоретто просто не существовало. Склоны необитаемого холма покрывала лишь Лавровая роща. Поселок Лоретто вырос вокруг обители. Местные жители верят, что все началось с момента, когда ангелы принесли сюда семена лаврового дерева со святой земли. Согласно древней легенде, Лоретто – место, куда была перенесена древний обитель Марии из Назарета, точная копия той, что была перед входом в грот в самом Назарете. Святыня тут же стала объектом поклонения среди верующих. С тех пор простой поначалу домик достраивался и реконструировался архитекторами разных времен. Пол обители был почти полностью стерт коленями паломников, что приходили сюда на поклонения в течение целых 700 лет. И сегодня обитель Лоретто – один из известнейших паломнических маршрутов для верующих со всего мира. Это место питает самые наши глубинные религиозные чувства, поэтому обитель почитают как маленький кусочек библейской истории, чудесным образом перенесенный из Палестины. Религиозное значение Лоретто ничуть не меньше его художественной ценности. Сами паломники внесли немалую лепту своими пожертвованиями в строительство комплекса. Фрески некоторых церквей в Апсе, выполненные в технике Арну Во и Нео-Ренессанс, результат реставраций, имевших место уже в начале 20 века. Фрески на стенах восьмигранной резницы наиболее ценные с художественной точки зрения. Изображение святого Марка принадлежит кисти Мелоцо де Фарли. Живопись Луки Синьорелли покрывает внутренние стены капеллы святого Иоанна Евангелиста времен 15 века. Живопись мастера создает ощущение драматизма и религиозного накала. Исторический центр вокруг обители до сих пор сохраняет колорит 16 века. Хотя Лоретто сильно вырос с тех времен, новые здания все же строились за пределами стен обители, сохраняя в неизменном виде древнейшую часть, которая вызывает благоговение своей первозданностью. Между долинами Музоне и Аспио к северу от Лоретто находится Озимо. Его здания из красного кирпича колоритно контрастируют с фоном сочной зелени прилегающих холмов. Озимо до сих пор хранит свидетельство своего древнеримского прошлого, несмотря на горькую судьбу античных статуй, что никогда украшали развалины местного форума. Легенда гласит, что в 15 веке кондотьер Джакомо Тревульцио обезглавил изваяние по приказу римского папы. С того времени жители городка с неизменным юмором и терпением носят прозвище «безголовые». 12 мраморных изваяний теперь составляют часть экспозиции городского музея, наряду с христианскими крестами и каменными скрижалями. Изучать Озимо лучше всего, неторопливо прогуливаясь по улочкам его исторического центра с его средневековым обустройством. Небольшие городки-марки с полным правом можно определить как уникальное историческое наследие, достойное великих городов и культурных центров цивилизации. Главный собор Озимо стоит на самой высокой точке города, на месте бывшего языческого храма. Собор назван именем своего первого настоятеля, Сан-Леопарда. В летописях говорится, что первый храм воздвигли в V веке, однако собор в его нынешнем виде начал строиться лишь в 1100 году. Под алтарной частью прячется мрачный склеп, место для украшенных барельефами – усыпальниц святых. Здесь находится и рака с мощами отца-настоятеля. К западу Озимо цвет ландшафта меняется на густо-зеленый, благодаря обилию лесов и фермерских угодий. Город Кастелли-Диези занимает обширную территорию возвышенности в долине Езина. Холмы долины сплошь засажены виноградом сорта Вердикьо. Достоверно известно, что Вердикьо возделывается в Езина с античных времен. В местных летописях есть упоминание о том, что, проходя с военным походом на Рим, король Вестготов Аларих забрал с собой целый урожай Вердикьо, дабы поддержать боевой дух и здоровье своей армии. Вердикьо Ди Кастелли-Диези – одно из самых выдающихся вин марки. В наши дни усилиями местных виноделов, сочетающих традиции и новые технологии, вину возвращают былую славу и популярность. Совет по Вердикьо совместно с Университетом Милана проводит исследования в области селекции этого сорта с тем, чтобы возродить близкие по качеству виды сорта, типичные для использования в наших винодельческих хозяйствах и защитить их от угрозы исчезновения. Секрет успеха вин Вердикьо – в жизнеспособности лозы и особенностях почвы марки. Однако характер оригинального традиционного вина все же немного подлаживают под требования современной моды. В 1798 году первый раз в истории был поднят занавес Театро Делла Конкордия Диези. В этот исторический вечер в стенах театра звучала волшебная сопрано Анны Джударини, матери Джоакина Рассини. Это были тяжелые времена. За год до этого момента в Италию вторглись войска Наполеона, поэтому на представление не продали и половины билетов. Аристократия страшилась предаваться увеселениям посреди хаоса и угрозы революции. Сегодня театр носит имя знаменитого композитора из Ези Джамбатисты Пергалези. Ези также место рождения Фредерика II Швабского, человека, который поменял ход итальянской истории. Фредерик родился в 1194 году прямо на центральной площади Ези, когда императорская семья его родителей совершала путешествие в королевство Сицилии. Присутствовавший народ возвестил миру о рождении нового императора. Фредерик II всячески способствовал росту влияния Ези в Европе. По улицам города и его архитектуре можно догадаться, что Ези достиг пика политического и культурного влияния в 15-м столетии. Центральная площадь города – это целая мозаика эпох с историей длиною более чем в 800 лет. От собора XIII века до ворот в Порто ди Джубилео – постройки 2000 года. Украшенная фресками эпохи рококо, уникальными для центральной Италии, галерея Палаццо Пианетти, объединяющая линию залов длиной в 70 метров, в наши дни отдана под выставку коллекции светского искусства. В главных залах галереи выставлены работы Лоренцо Лотто. Великий венецианский живописец провел много лет в провинции Марке, передавая через собственное творчество традиции другого культурного центра Италии своего времени. На втором этаже галереи разместилась экспозиция живописных и скульптурных работ современных художников. Мы продолжаем путешествовать к западу от Ези, продвигаясь вдоль течения реки Езина и его верхних притоков. Река Джано издавна служила большим подспорьем в развитии долины, где расположен город Фабриано. На центральной площади города современные административные сооружения перемежаются со старинными церквями и монастырями. Однако настоящую известность городу принесло совершенно особое ремесло, историю которого можно изучить в музее монастыря Сан-Доменико. Это первый в мире город, где началось промышленное производство бумаги. Действительно, бумажное производство Европы берет начало именно в Фабриано, причиной тому три местных новаторских изобретения. Первая — автоматическая машина по превращению сырья в целлюлозную массу. Вторая — изобретение ряда форматов бумаги, расширяющая варианты ее практического применения. И последнее, самое революционное изобретение фабрианцев — водяные знаки, прозрачные контуры внутри тела листа, видимые на просвет. Если какой-то художник, скажем, желает, чтобы его акварели жили долго и выставлялись где-нибудь в музее в году, эдак, 2600-м, он использует нашу бумагу, поскольку ни одна другая промышленно произведенная бумага не обеспечит ему такой длительной сохранности его работ. К северо-востоку от Фабриана раскинулся ландшафт в течение тысячелетий, вытачиваемый течением реки Сентино. Подмывая уступы известнякового плато, река образовала ущелье Голо-Дифросасси. Великий храм, религиозная святыня этих мест с глубокой древности, дарует приют обители грота Пресвятой Девы. При входе в ущелье Голо-Дифросасси уместилась церковь Сан-Виторе-Алли-Кьюзе, около которой в средние века было большое поселение бенедиктинских монахов. Красота этого места воистину символизирует марки, регион множества древних легенд и мест, которые обязательно надо посетить. На русский язык фильм дублирован компанией Видеофильм ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин